А в Мексике бушуют лесные пожары. Пламенем охвачены сразу несколько городов страны. Горят также сельхозугодия. С начала недели выявлено больше 70 случаев изгорания. Дана Ермак продолжит тему. Сельские общины центральных и южных регионов Мексики уже несколько дней борются с пожаром. Причина стихийного бедствия – засуха. По сообщению местных властей, сразу четыре очага охватили окрестности города Наукалпан. Люди эвакуированы в безопасные места. Горят также кукурузные поля. За 15 дней у нас произошло примерно 7 пожаров с большим количеством дыма, который наносит вред окружающей среде. К сожалению, пожары – это обычное дело, как и нехватка воды. По данным Национальной лесной комиссии Мексики, с начала недели в стране зафиксирован 71 пожар. В южном штате Охака быстро локализовать очаги не удается. Спасатели говорят, нехватка персонала и оборудование затрудняет работы по тушению. Пожары бушуют на отдаленных горных хребтах, джунглях и лесах. В пустошах много лесных пожаров. У нас осталось несколько рюкзаков. Нам также помогают волонтеры. Отмечу, по данным аналитиков центра Global Forest Watch, в прошлом году мир потерял около 37 тысяч квадратных километров тропических лесов. Площадь потерь сопоставима со Швейцарией или американским штатом Мэриленд. Global Forest Watch ежегодно отслеживает масштабы потери лесов по всему миру. И в этом году мы обнаружили действительно значительное сокращение потерь первичных лесов в Бразилии и Колумбии. Но, к сожалению, этого сокращения было недостаточно, чтобы реально снизить общие темпы потери лесов в тропиках, в таких странах, как Боливия, Никарагуа и Лаос. По словам экспертов, рейтинг тропических стран с наибольшими потерями лесов из-за стихийного бедствия возглавили Бразилия, Демократическая республика Конго и Боливия. Сейчас в этих странах предпринимаются меры, чтобы минимизировать масштабы.